При туберкулезе легких и кишечника При туберкулезе легких и кишечника тоже стрептомицин хорошо помогает Но при туберкулезе костей он не помогает Субтитры создавал DimaTorzok Мы должны дать сепию Бывает так, что люди приходят и их неправильно лечили гомеопатией Например, давали одну тысячную натриумуриатику утром И одну тысячу сульфуру вечером И вот так вот один месяц они принимали Потом они вот такие вот приходят в диспансер И тогда сепия может помочь снять вот это вот Все, что накопилось Он говорит, в таких случаях нам гораздо легче, если пациент пришел после лопатии, чем после такого гомеопата Потому что при лопатии, только физические симптомы А когда вы используете лопатию, все ментальные виды и высокие планы И мы не получаем конституцию пациента Потому что при лопатии, лопатия действует только на физическое тело И вызывает только физические симптомы и побочные эффекты А гомеопатия, особенно в высоких разведениях Она проникает на все уровни наших конституций Включая ментальные, эмоциональные и так далее е и так далее Слюфор не используется С More than sulfur сепия используется С Sulfur is also used С Sulfur is used not so extensively as S arbitrary Сlufor is used С S yapıyor С détyaz С Если мы используем Generally we're given 200 potences Двести Generally, because in routine practitioners, they use sulfur very much That's why we cannot use If they do not use sulfur, then sulfur is at use И вопрос был, сульфур же тоже используется в таких случаях, и Ананта Чари говорит, что да, сульфур тоже можно использовать, но если гомеопаты, так как гомеопаты часто используют сульфур, то тогда мы не можем его использовать, и в этих случаях сепия будет лучше работать, поэтому чаще всего мы используем сепию в таких случаях. Если это только недавно сделано, и они приходят к нам в один или два дня, то эгдоза камфора может получиться. Если совсем недавно им повыписывали и они попринимали какие-то неправильные гомеопатические препараты, приходят к нам в этот же день или на следующий, то тогда мы можем дать камфору, и тоже поможет. потому что это сгромы, такие훈 могут unten стремиться и все ребята, может быть тоже к нам в Азаканде. Да, это значит, что где-то, это те, что мы принимим применим, они проводят им докCromanчивое управление, and мы сụ RN Каким, в았는데 такое Evil в делать место, иán ли это парнией. И когда мы пытаемся доказать какой-то препарат, провести какие-то научные исследования, просто людям еще может быть непонятно, что значит прувинг, и тогда мы... спасибо, что сбили, и все, да. И так как очень будут сильные побочные эффекты, могут быть, потому что это на ментальном уровне будет действовать, то в этих случаях нам нужно снять эти эффекты, и вот камфора может помочь. Камфора 30 CH можно дать. Мы должны ждать долго, для того чтобы получить правильную конституцию, если человек приходит после злоупотребления, так скажем, гомеопатии, то нам нужно достаточно долго ждать, чтобы получить истинную картину его симптоматики. А вот стрептомицин мы можем использовать каждый день или два раза в день, в зависимости от патологии. 200 CH мы используем, generally we use 30 CH, 30 CH is very effective. Обычно используем 30 CH, и хорошо помогает. И вот мы можем использовать стрептомицин, когда у нас туберкулез, что значит, pulmonary means what? Pulmonary means lung, lung tissue. Когда у нас легочный туберкулез, и мы дали какой-то препарат, но он не совсем помогает пациенту, тогда стрептомицин хорошо поможет. И вот с этим легочный таблицем. В некоторых случаях, мы можем дать любые препараты, в некоторых случаях, только на этой технике. В некоторых случаях, у нас многое так говорят, что не обязательно. не нужно. Если это также показано, то мы не должны дать. И даже по совокупности симптомов мы видим, что нужно дать сульфур, фосфорус, хепарсульфур или силисию, и нужно дать эти препараты в более высокой дозе, мы не можем этого сделать, этого сделать нельзя. Да, и тогда в этих случаях, Дэнни also give streptone. Да, в таких случаях, мы должны дать еще один другой препарат, который более или менее похож. Если это 100% в лунг ТВ, когда есть в кавитах, если дать сульфур, то это может быть мягче. И тогда нам нужно дать какой-то другой препарат, который будет похож, но не совсем. Это точно тот, который нам нужен, потому что если мы в этих случаях дадим сульфур, то человек может умереть. То есть при этом состоянии мы не можем эти препараты давать. В среднем дать сульфур, мы берем симптомы, и в том числе сульфур, оно более похожее, чем мы даем. И тогда мы посмотрим на совокупность симптомов, и дадим препарат, если рекомендован препарат сульфур, при этом мы дадим препарат, который больше всего похож на сульфур, но не сульфур. И при острых состояниях туберкулеза мы также не можем давать абсоринум, натриум муриатикум. Натриум муриатикум. Калькерия карбоникум. Калькерия карбоникум. В случае туберкулеза, который не очень острый, мы можем давать эти препараты. Но когда ткани уже начинают разрываться, портиться, то тогда мы эти препараты уже давать не можем. В легочном туберкулезе у пациента какие симптомы? Никто. Кetician понимает? Да. Слабость, кашель. Валентир, лу . Слабость, кашель. Валентир, потеря аппетита. Да, эмасиация, потеря веса. И каждый день у него потери жар. Каждый день. Каждый день у него потери жар. И если у человека целый месяц поднимается температура, то тогда нам нужно подумать, ну, посмотреть, проверить, будет ли у него туберкулез, то есть посмотреть, не туберкулез ли у него. При кишечном туберкулезе все то же самое, только вместо кашля у него диарея, понос. У него тоже температура и у него будет диарея каждый день. Вне зависимости от того, что ест, то и выходит. Чтобы он не съел, будет диарея. Если у него целый месяц продолжаются такие симптомы, то нужно начать подозревать туберкулез. Иногда в туберкулезе есть мокрота, которая откашливает, а иногда нет мокроты. Закрытая и открытая форма туберкулеза. И стрептомедицин поможет при острых состояниях туберкулеза либо легочного, либо кишечного. И каждый день мы можем давать одну дозу. До того момента, когда пациенту станет намного легче. Возьмите, кто-то. Также, в пациенту станет выжимым, и он будет пациенту каждый день. И он будет пациентом, и выжимым пациентом. Он будет отверткой и отверткой температуры, но никогда не отдаёт на нормальном, как в тифоид пациентах туберкулезе. Это П.У. Вы говорите о П.У. Да. Да, да. И в исследованиях вы не найдете ничего. И когда человек сдаёт анализы, то ничего не находит. Только есть небольшое увеличение в эритроцитах. Скорость оседания эритроцитов. Генератория, что это означает, что будет уничтожение в крови в сердце. Скорость оседания эритроцитов. Это значит, что кровяные тельца немножко разрушаются. Уничтожение в крови в сердце. Если есть инфекция, то в основном они будут уничтожены. Это становится выше. И при любой инфекции они завышены. Вот этот анализ будет завышенным. И все остальное будет в норме, но при этом у него будет температура. И при таких случаях тоже можно стрептомицин каждый день давать. До того момента, когда ему станет лучше. Уйдет слабость, когда уйдет температура, это примерно занимает неделю. Затем, что кровь от крови на терапию будет более чем 103 градусов. Затем пищевархи будет более 104-105 градусов. И хотя он, где температура не выше, не будет смысл. И если он хочет выбрать среду, то является какая-то замечательная информация. И в исследования нет. И в таких условиях мы даем стрептомиазин каждый день 2 раз, или каждый день 4 раз, 6 часов, и тогда это контролирует температуру, и тогда оригинальные симптомы этого случая будут выходить, и тогда мы выбираем ремонт. И мы не видим четкую картину симптомов, тогда мы даем стрептомицин, можно давать его до 4 раз в день, и тогда человек станет лучше, и вскоре мы поймем опять же истинную картину его симптомов. Анти-сифилитик. What? High temperature. There we have, we have a remedy called Belladonna. Yeah, we have a remedy called Belladonna. Yeah, when there are symptoms, there is redness, hot, when you put your hand it will be very hot, and the patient will be very red, and the onset of fever is very short time. Because today night he will get headache, and tomorrow he will get fever, and this redness, it is so intense. Yeah. Then it indicates the common symptoms of Belladonna. If you give, if you administer Belladonna within 48 hours of onset, then it will take control of the constitution in such conditions. . . . . только в течение 40 часов после того как начался 24 48 часов после того как началась эта проблема, если дать велодону, то она поможет. So here the condition is different because he is getting fever from many weeks or months and it is not coming down and the constitution is very low and the vital force is not having strength to exhibit any symptoms out of constitution. In such conditions we use streptomycin. Here when we give a remedy it cannot act because it cannot sustain its action because of the weakness of vital force. Vital force will be very weak. There are two conditions. Есть два вида состояний. Два состояния. Я думаю что сейчас будет в принципе. Может быть прожар сейчас будет? Нет, сейчас он нам расскажет про что будет. Есть две ситуации. Первая это когда препарат не действует, просто не подходит, не действует. Второй случай это когда он не может… So the vital force cannot sustain it to act. Второй это когда жизненные силы не могут выдержать действие этого препарата. long, какой этот период не существует. Их истерwer – не знаю, почему. … …циномер – да, пожалуйста. Но, важное место когда он сможет пробовать, когда он сможет правод fixes, следующее дело. Прогlадизация, писатель, « 好». Считатель, когда его имеют правом среде для начинаю существования, Это не только начинается, это не забывается. И потом мы снова берем рига стеки, и мы стадим. Ремодия точно похожа. Но когда мы даем стеки, то это не имеет никакого эффекта. Генерально мы даем сульфа, интер-каррент. И потом ремодия индикатора ремодии продолжается. Это первый случай. В этих случаях мы даем сульфур, и после этого наш препарат выбранный даем еще раз, и он уже работает. В этой ситуации, индикатор ремодии дает. Он начинает свою реакцию, но он не может выполнить. Не дошло до конца. Я не знаю, как правильно перемести. Например, если у пациента жар, температура. Если бриония указана в соответствии с его симптомами, мы даем брионию. Она дает к 1-2 градуса, и она продолжает к 1-2 градуса. И, допустим, мы даем брионию, но бриония снижает температуру буквально на 1-2 градуса, но не до конца. Then a dose of streptomycin, or tuberculinum. Intermittently. Then, if we give this, then sometimes it is not necessary that we have to repeat our previous dose. By this action, it takes off the obstruction, and the previous revenue will act well. And sometimes we have to repeat it. And sometimes we have to repeat it. And sometimes we have to repeat it. All the no-sorts have this action. No-sorts means the remedies prepared from the secretions of diseased parts. Because this tuberculinum is prepared from the tuberculinum of this tuberculinum bacteria. Yeah, saliva. From the saliva of the tubercular cow, which contains these tubercules of that bacteria. ... ... ... ... ... Селива корова. И этот басилинум готовится из басилина. Басилин. Из басилина. Басилинум, из басилина. Из басилина. Они изолируют басилинум. Они изолируют басилинум. И потом они имеют басилинум. Мы будем изучать в будущем. В итоге вы не можете понять в целом. Просто вы слушаете и это basta. Ну, это просто общий принцип, что вот эти вот препараты на золото готовятся из зараженной части какой-либо тела. Мы будем изучать это дальше, просто здесь упомянули, теперь будем продолжать читать. Стрептомисин. Продолжение следует... Все, что нужно здесь понимать, это то, что препарат не срабатывает до конца, в этих случаях обычно используются назоды, которые приготовлены из зараженных частей тела, либо стрепцамицин. Когда мы будем изучать назоды, тогда мы это больше поймем. Нет, сульфур только в случаях, когда препарат вообще не сработал. А здесь он начал свое действие, но не доработал до конца. В некоторых ситуациях, в туберкулезе, в туберкулезе, в туберкулезе, в туберкулезе, с эксферцией, с этой же, с этой же ситуацией. Тогда мы даем, альтернативно... Эксфетерация means what? Эксфетерация means what? Эксфетерация means flum. Когда у нас туберкулез в острой стадии, и когда человек, ну, легочный, и когда человек кашляет, и у него выделяется мокрота, тогда мы можем давать бацелином 30, либо стрептомицином 30. И мы можем вот так вот их менять. Утром можем дать бацелином, вечером дать стрептомицин. В этом случае мы выписываем эти препараты патологически, а не конституционно. Когда тишина из-за того, когда мы используем это так, в 2-3 недели он будет лучше. Тогда мы увидим, и тогда он получит какие-то симптомы. В зависимости от этих симптомов, если мы даем ремиды, то все системы будет под контролем. И в этих случаях ткани повреждены, и поэтому мы даем эти препараты, и через 2-3 недели человеку становится лучше, и мы видим полную симптоматику, и тогда уже даем препарат, который работает конституционально. И в некоторых случаях он будет слишком сильным, и он не может даже двигаться самостоятельно, вставать. Тогда мы будем давать хина 30 и стрептомицин 30, менять один утром, другой вечером. Так, 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 так. Так, так. Так, так, так. Так, так, так.